Одна из моих любимых цитат из одной из моих любимых книг. Это стихи императора Адриана, которого писала в своей книге Маргарита Русинар «Воспоминание Адриана». Первая книжка, которую я читала на французском, с помощью электронного словаря французского. Французский я читать могу со словарем, но говорить не могу. Вы перевели рассказ Маргариты Русинар, он выложен в лавке языков в Владивостоке. Как она возникла в вашей жизни? Со школы. Случайно, наверное. У меня книга ее новелл, восточных новелл, попалась в школьной библиотеке. Так как школа французская и постоянно были связи с Францией, то они привозили новые книги из хороших серий. Там была Русинар. И вот, наверное, то, что у меня довольно были там сложные пассажи в этих новеллов, как раз меня привлекло. Я мучила учительницу бразузского языка, со своими переводами к ней приходила. Они же настоящие философские. Это философия в виде литературы. Ну... Прямо как Алис Мердок, только на французском языке. Ну, это не совсем философия, конечно. Это какие-то размышления. История? Это размышления частного человека. Ну, вы роман читали, вспоминания Адриана. Да, Адриана я читала, но это... Вам этот подход нравится, когда воссоздается от первого лица живой голос исторического персонажа? Ну, как раз это не самая моя любимая книга, воспоминания Адриана. И в искусстве. И в искусстве, да. Вот у нас Чиркунов тоже пытается и там, и там, и везде стоять. И это, кстати, мне в нем нравится. Да, это хорошая попытка, дай бог, чтобы он его получал. Хотя вот сегодня читал запись ЖЖ Натальи Жуковой, которая выступает за путинскую политику, резко критикует Чиркунова именно вот за это, да, что нечего в империях парить, когда у тебя здравоохранение и образование в полном развале. И не возродишь ничего, действительно, Наталья Жукова права. Ну, у нас не только здравоохранение в развале. Все-таки люди как-то мало что готовы делать сами. И с этим они тоже приходится как-то сталкиваться. Поэтому не вся проблема во власти. Что вам дал Вячеслав Раков? Вы у него защищались? Писали под его руководством твой диплом? О чем он был? Тут тоже предыстория началась в школе. Потому что там я писала... У меня был период, когда я участвовала в научном обществе. Ну, есть такие, да, образования в школах. И я писала там четыре, по-моему, работы в разных секциях. Мне это было очень интересно. И в том числе по литературе о романе Булгакова «Мастер и Маргарита». Когда вот я продралась через эту мистику, случайно... Тогда еще, кстати, по-моему, мне писали, что отец Булгакова был историком, и у него были вот эти все книги по юридическим учениям в библиотеке в доступе у сына. Я нашла, что его образы, мистическая часть книги взята из Средневекового Прованса у Альбегойцев. И как раз я об этом писала. Потом я увлеклась турбадурами, стала же их читать. Ну, так как там был старо-французский язык, это вызывало, естественно, все-таки сложности. А потом, когда я ушла в университет и пыталась заниматься мифологией коми-пермяков, где-то курсу к четвертому стало понятно, что мне надо вернуться к Альбегойцам. И вот я сменила тему на четвертом курсе, и на пятом я ушла к Ракову. Но это еще, конечно, и, собственно, обаяние Вячеслава Михайловича, который очень хорошо читал лекции. И, действительно, у нас много таких преподавателей было, но есть факи. Вячеслав Михайлович, приходите к нам в гости. Вас номинировали мои гости. Ждем. Да, интересно было бы Вячеслава Михайловича послушать. У него все-таки способности к лекциям и книги очень интересные. Так что же теперь осталось от того, о чем вы писали в своем дипломе? Оно с вами присутствует? Какие-то эмоции, впечатления? Как-то это отразилось в вашей поэзии, вашей деятельности? Ну, я говорю, это все зарифмовывается в жизни и в стихах, и в каких-то размышлениях, потому что… У него эстетика, как у Седаковой? Нет, это не эстетика, это метафизика. Вот последние несколько лет больше всего удовольствия я получаю, когда читаю Числава Милоша, польского поэта. Бродский его очень любил, я не читал. Да, Бродский его очень высоко читал. В каком переводе он читает? В русском, в английском? Я читаю в русском, у меня есть книга «Билингвы», то есть там идет польский текст и рядом идет русский. В принципе, там можно сравнивать, потому что все-таки это слояков язык. Вот, но польский надо, конечно, учить. И знаете, как это закольцовывается? Милош в итоге приводит к Симоне Вейль. Симона Вейль – это французский философ. Вейль произносится не Вейль? Нет, нет. А, это французское слово, не немецкое. Да, ну фамилия это немецкого происходило, но они произносят Вейль. И что их объединяет? Их объединяет как раз интерес к колебегойцам, как феномену, который возник на юге Франции. И в чем это главный феномен? А феномен, знаете, в чем? В том, что, во-первых, это попытка построения не то что свободного, но на мирных началах действующего общества. И, во-вторых, то, что интересовало и Милоша, и Вейль, что это общество, ну, как и вот что привязывало к современности, оно создавалось с пониманием раздробленности мира вообще. У них это в виде дуализма шло, да, то есть разделение мира на злое добро, постоянное между собой ведущая войну. Но, тем не менее, если смотреть по истории, что делали альбегойцы, и на что они делали УКО, на создание общин, на труд внутри этой общины, на ремесленничество, и плюс политическое начало там было очень сильное как раз от Рубадуров, то вот это вот привлекало и Милоша, и Вейль. И когда тоже, опять же, это всё у меня как-то уложилось в одно, стало понятно, что, видимо, сфера интересов как-то вот она остаётся прежней. Википедия пишет про них, что это религиозное течение добрых людей. Чистых. Катар. 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 Да, Катар. Катар это чистый, да. То есть это, ну это вид аскетизма. А куда они ходили в крестовый поход? В Альбегойский крестовый поход. Альбегойский крестовый поход, это я не помню. Ну ладно. Дальше пошёл. Проект поход не будем вспоминать? А, это знаете что, наверное, это поход на них. А, это когда Север Франции решил получить всё, что хорошее было на юге. Так какой крестовый поход вы собираетесь? Никакой. Ну вот в этом направлении эти поэтические фестивали. А про биармию что скажете? Биармия? Ну я участвовала в ней, но это же не такое частое событие. То есть два года подряд я принимала в ней участие. Хорошо, что есть какие-то места, где можно почитать. Хотелось бы там, чтобы это, ну каждую неделю было возможно куда-то прийти. Как в Екатеринбурге, там есть какие-то кафешки со сцены, да? Кого-то послушать, поговорить, почитать. А разве наши ночные клубы, не знаю, не устраивают такие вот вещи? Ну вот. Приглашают поэтов, поэты придут, закажут там, денежку принесут. Ну вот обрывал пробовал, да, это делать. Да, да, в курсе, да. Но тоже это случилось, как бы, не очень часто и, по-моему, быстро закончилось. Там три или четыре, наверное, когда я тебе была. Ну, нужен человек, магнит во главе всего этого. Вы не потянете на это? Думаю, что нет. То есть, есть люди-организаторы, но это всегда, вот, мне это в ущерб, потому что я занимаюсь. Тут проблема всегда одна и та же. То есть, как не распасться на части, не раздвоиться, а остаться в целости. Ужем. Ужем.